В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Оставить без изменений трем самарским блогерам и их адвокатам не удалось убедить апелляционный суд в своей невиновности. Напомню, в июле этого года Дмитрий Бегуна, Олега Иванца и Наталью Миронову, обвиняемых в вымогательстве, приговорили к реальным срокам лишения свободы. И вот на прошлой неделе состоялось заседание суда, где повторно решалась их судьба. Доводы всех сторон выслушала наша съемочная группа. «Признаю свою вину полностью, но считаю наказание слишком суровым» – это слова ранее осужденной на 5 лет Натальи Мироновой. «Нас осудили как за убийство. Понимаете, за убийство меньше таю». Гособвинение, в свою очередь, считает наоборот – наказание слишком мягкое и каждому не мешало бы накинуть срок. «Поскольку прокуратура не согласилась с тем наказанием, которое было определено судом, в частности, мы согласились с доводом суда о необходимости применения статьи 64-й при назначении данного наказания, поскольку считаем, что в учетом характера совершенного преступления, роли каждого из них, данное наказание является чрезмерно мягким. Бегун и Мироновой дали наказание ниже низшего предела, предусмотренной в санкции статьи 163-й части 3-й уголовного кодекса». Трех самарских блогеров задержали в октябре прошлого года. По версии обвинения, Бегун, Миронова и Иванец вымогали у бизнесмена Сергея Шатила 3 миллиона рублей за то, чтобы не выкладывать в социальные сети якобы компрометирующую его информацию. По словам осужденных, о вымогательстве речь вообще не шла, а велись переговоры о некой пиар-компании потерпевшего. «Я считаю, что суд первой инстанции не справился со своей обязанностью. Он не исследовал ни доказательств, сделал очень много нарушений, вообще глубоко не копался». В итоге приговор оставили без изменений. В колонии строгого режима Дмитрий Бегун проведет 6 лет, Олег Иванец – 7. Наталья Миронова останется за решеткой на 5 лет. Адвокаты намерены идти дальше и обжаловать этот приговор в Верховном, а затем и Европейском суде по правам человека. Аморальный бизнес. В Самаре судят организаторов борделя. Салон по оказанию интимных услуг создала семейная пара. Супруги нанимали девушек через интернет. Там же искали клиентов. Раскрыть незаконную схему удалось с помощью оперативного эксперимента. В подробностях громкого дела разбиралась Алина Чемерес. Салон по оказанию интимных услуг работала в Самаре больше двух лет. Незаконный бизнес организовала супружеская пара. Своих сотрудниц набирали по интернету. У девушек был плотный график. Работали они каждый день. Имела место и корпоративная культура. Появляться на работе девушки обязаны были одетыми по дресс-коду. Исключительно в платье и на каблуках. И ни в коем случае не употреблять алкоголь. Жрицы любви обслуживали клиентов по всему городу. В салоне работали свыше десятка девушек. Посредством социальных сетей предлагали девушкам работу с высокооплачиваемым. Организация была транспортом. Кроме того, были, согласно версии следствия, были установлены правила оказания услуг. В том числе была установлена заработная плата. А также были установлены условия выхода на работу, штрафы за невыход на работу. Прикрыть незаконный бизнес удалось путем контрольной закупки. Трех девушек и их начальницу задержали в бане с поличным. Позже нашли ее супруга, организатора борделя. А что, пожалуйста? Три с половиной. Три с половиной? Журов дорого. Ну, три. Ладно, если вам много возьмите. Три? Да. Ну, могу возьмите. О, дешевле. Да. Одна из девушек по делу проходит как свидетельница. Общаться на камеру по понятным причинам отказывается. Говорит, на работу устроилась по интернету. В месяц порой получала 100 тысяч рублей. Уволиться, рассказывает, не давали, угрожали расправой. Теперь делиться с прошлой жизнью покончено. Перемены ждут и горе бизнесменов. По закону им грозит до пяти лет колонии поселения. Десятерых одним ударом лихачи на внедорожниках стали виновниками ДТП в Постниковом овраге. Две иномарки врезались в поток встречных машин. Сработал принцип домино. Больше десятка машин получили повреждения. Пообщалась с потерпевшими и в подробности происшествия на месте выясняла Марина Кравцова. Авария произошла примерно в 9 часов утра, когда люди ехали на работу и стояли в небольшой пробке перед светофором на Новосадовой. По свидетельствам очевидцев, водители двух иномарок, Range Rover и Audi, не поделили дорогу, стали подрезать друг друга, из-за чего столкнулись. И вылетели на встречную полосу, где образовалась авария с участием еще порядка 10 автомобилей. На записи видеорегистратора видно. Водители иномарки, пытаясь маневрировать, задевают едущую рядом машину и буквально таранят другие автомобили. Владелец одного из пострадавших авто Денис Ржевский с досадой рассказывает, машину купили совсем недавно. За рулем была супруга. Когда в автомобиль на скорости влетела иномарка, сработали все четыре подушки безопасности. Это и уберегло жену Дениса. Машина полностью разбита. Пришлось вызывать эвакуатор. Они ехали в правом ряду, в первом ряду, аудио в втором. И вот между собой дорогу не поделили, кто кого там тиранул, не тиранул. И факт то, что вылетели сюда, вот на встречную полосу и ударили. С той стороны, посмотрите, там целого нет ничего. У них здесь все сместило в эту сторону. Там все повыбивало, повыдирало. Вот тут получается. А какое здесь может быть сходить? В радиатор все подрывало. Поврежденные автомобили заблокировали внушительный участок дороги. На Новосадовой образовалась огромная пробка. А осколки пластика и стекол были разбросаны на протяжении нескольких десятков метров. Движение удалось восстановить в течение двух часов. В отношении двух водителей вынесено определение о возбуждении дела административного правонарушения по статье 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Дополнительно в отношении водителя Ленд-Ровера вынесено определение о возбуждении дела за опасное вождение. По предварительным данным, один пассажир обратился за медицинской помощью. Сотрудники автоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия. Более трех килограммов сильнодействующих веществ изъяли сотрудники Шереметьевской и Самарской таможен. В почтовую посылку, пришедшую из Китая под видом крахмала, были упакованы анаболики, запрещенные в России. Содержание опасных примесей выявила экспертиза. Кроме того, в момент получения посылки был задержан ее заказчик. Это 22-летний житель Самары, которому теперь грозит до 7 лет лишения свободы. Лицо, которое получило данную посылку, затруднилось пояснить, с какой целью им был отшлен заказ данного вещества. По данному факту, в Самарской таможне возбуждено уголовное дело по статье 226 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. А именно, контрабанда 7000 веществ. В Самаре ищут преступника, который средь бела дня изнасиловал 17-летнюю девушку. ЧП случилось неподалеку от двух детских садов и школы. Потерпевшая в тот день возвращалась домой, а нашла со стороны школы по асфальтированной дороге, ведущей к улице Запорожской. Селовики просят откликнуться очевидцев происшествия. 48 обвиняемых, 228 томов уголовного дела. В Самаре судят черных риэлторов. Организованная преступная группа действовала в городе с 2009 года. Мошенники путем обмана отбирали квартиры у стариков и людей, ведущих асоциальный образ жизни. Ущерб оценивается в десятки миллионов рублей. В скандальном деле разбиралась Алина Чемерес. Решетка для подсудимых прямо в зрительном зале культурного центра МВД. На заседании только обвиняемые адвокаты и приставы. Уместить всех участников процесса в зале суда не удалось, потому слушание проводится здесь. По делу, в котором более 200 томов, проходит около полусотни человек. Черные риэлторы работали в Самаре 4 года. Пресечь преступную деятельность полицейским удалось только в 2013. По данным следствия, участники ОПГ подделывали документы и отбирали квартиры у пенсионеров и лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Последних вывозили в Сызрань, снабжали алкоголем и просили подписать пустые листы, которые потом с легкой руки мошенников превращались в доверенности на недвижимость. Затем квартиры продавали через поставных лиц. В данном уголовном деле имеется эпизод, где в пожилом возрасте потерпевшая, будучи обманутой, а именно мошенники сказали, что она едет в пенсионный фонд расписываться за пенсию, привезли ее в грехпалату, где она расписалась в купле-продаже квартиры, будучи обманутой о том, что она расписывается за получение пенсии и увеличение пенсии. В деле 39 потерпевших нанесенный им ущерб оценивается в 90 миллионов рублей. За мошенничество в особо крупном размере и организацию преступной группы обвиняемым грозят реальные сроки. Наказание зависит от степени участия в черной схеме. По словам защиты, некоторые оказались на скамье подсудимых, будучи жертвами обстоятельств. Не участвовал, вину не признает. Скажет так, что он стал жертвой обстоятельств, и все, что сейчас было зачислено, уважаемый госовиней, не в полной мере соответствует действительности. Будем искать правду, пытаться доказать свою невиновность. Больше идет как, грубо говоря, подстава. То есть она в полной мере не знала, что там происходит. Ей говорили, что делать, она делала, но, как еще раз повторюсь, ничего это не подтвердилось, что именно ей вменили, что ее инкриминируют. Будем добиваться в любом случае оправдательного приговора, будем идти до конца. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok